Всем ребята, с вами снова я Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик и сегодня мы с вами послушаем Код 10 Хэллоу. Да, наконец-то, вы очень давно ждали, очень много просили, и вот сегодня мы с вами послушаем Код 10 Хэллоу. Я чуть-чуть подзаболеваю, возможно я буду говорить в нос или что-то такое, поэтому сори, но записать надо. Это непосредственно подгон для Вилончика, которого скоро сессия или что-то такое, да, для моего дорогого друга и давнего зрителя, поэтому, ну как бы вообще это бесплатный заказ, но именно сегодня это дроп, потому что, ну вот он попросил до сессии, пожалуйста, поэтому вот. А так-то я бы просто весь день проленился бы и нихуя не сделал, поэтому Лайт Левилончика 100%, я знаю, что ты это смотришь. В общем, очень интересная ситуация, потому что мы слушали сами здесь один трек, но не прям его, мы слушали Джуз, а именно вот Тостер-версия, которая лайф-версия, и она очень пиздато звучит, пиздец мне нравится, я репичу, ну, по сей день вот эту Тостер-версию, и, соответственно, Джуз, вот обычный, я тоже слушал, потому что сравнивал, есть, в общем, реакция, можете посмотреть, найти на канале Джуз-тостер-версия, и там я вроде слушал Джуз и, типа, сказал мнение свое, что, ну, Тостер прям пиздача-версия. Есть, как бы, такая еще проблема, то, что я по сей день не до конца выкупаю Кода, стараюсь, как бы, это делать, немножко вникать в его стиль, в его творчество, потому что его музыка действительно уникальна, и в России такого нет. По крайней мере, сейчас, а вот раньше, не знаю, я, как бы, с заранним творчеством даже, вот, хотя бы, 21-го года не слежу, я слежу конкретно за Код-80, Код-10, как бы, уже для меня все, да, ну, сами понимаете. Вот, ничего, как бы, особо и не значит. Так что, будем сейчас слушать вот этот альбом, вы просили очень много, у нас следующий на очереди епишка-игрок, вроде, да, вот, тоже она будет, она еще раньше вышла, я тоже за нее не шарю, в общем, это все скоро будет. В общем, это платный заказ, если вы тоже хотите, точнее, бесплатный, бесплатный, если вы тоже хотите бесплатно заказать любой альбом, любой релиз, то напишите этот релиз в комментариях, предложите мне его, если он наберет достаточное количество лайков, то он попадет в список, а знаете, где этот список, можете посмотреть, конечно же, в Телеграм-канале, ссылочка в описании, также там сегодня ночью будут голосовалки по новым релизам ночным, так что советую не пропускать голосовать, Телеграм очень полезная штука, подписывайтесь на Твич тоже, подпишитесь, весь контент, кроме бесплатных заказов, именно там, вот так вот, да, так что мы с вами, я думаю, сейчас будем начинать, 1.0.10, это получается, это получается октябрь, 1 октября 2021 года, на прямой трансляции в официальном YouTube-канале Код Дестюдий анонсировал альбом, который, по его словам, должен выйти 22-го, как он сказал, это один из четырех релизов, Код в недавней истории поставил таймер на 27 октября, видимо, это окончательная дата релиза, но тут информация чисто касательно, вы понимаете, да, чисто касательно выхода, никакой дополнительной нет, послушаем, очень интересно, что это, будем сейчас выкупать стилек буквально, да, потому что, ну, это уникально, в это нужно вслушаться, в это нужно вникнуть, это нужно понять, да. Ну что ж, я думаю, мы можем начинать, первый трек, Томми. Продюсеры, я думаю, будут все для меня неизвестные, потому что, ну, такой стиль, как бы, хуя знает. Ито, чего продел охуеть можно? Прикиньте, чего продел Ито, и это даже не самый популярный трек, это просто пиздец. У меня братья, блядь, я сейчас нахуй не могу, блядь. Ладно. Вот, Это даже не самый популярный трек. У Юры здесь самый популярный, блядь, накинялся, пиздец. И Барт Хау. А, Бриф чел продел, охуеть просто. Охуеть. Бриф. Ну, Карсон не шарил за трек. И Лава, да? Ну, бля, жесткий, жесткий чел. Жесткие люди здесь. Окей. Слушаем. Томми. Долгожданный, например, трек от Томми, также известный, как Пикачу, состоялось 27, 10, 21. На альбоме, да? Примерно после месяца с первого стипета. Предположительно, на фите должен был быть Райли Бэйби, но информация не подтвердилась. Кстати, по поводу фитов. Да, у нас есть один фит с Райли Бэйби. Это кто вообще? Не шарю. Не шарю. Ой, дохуя у него фитов с кодом. Наверное, какие-то кенты. Я не знаю. Foreign Away у него есть. Короче, я так понял, чел-то такой на фейме. Ладно. Давайте, давайте слушать. Давайте слушать. Первый трек. Что же это за... Что же это такое? Тоже можете что-нибудь сделать. Все кофе, чай. Нихуясь. Двадцать первый год. Ну, бля, Юра пизер самобытный. Что с питом происходит, блядь? Это вообще не Кот-80. Это прям другое. Бля, ебать. Прикольный парт. Хуясь. Интересно, очень пиздец. У меня очень много мыслей в голове сейчас. Это ж, получается, опередил время, нет? Ну, типа, двадцать первый год. Конец двадцатого. Вот, типа, трек максимально актуален для нынешнего времени. Я не чувствую, что это трек двадцать первого года, да? Вот это как будто максимально актуалочка. При этом, мало того, что это актуалочка, у Юры как бы есть свой уникальный стиль исполнения. С видоса и в целом идеи, да? Он как бы все это видит по-своему. Это очень актуально для нынешнего времени. При этом это необычно в рамках жанра. Потому что сейчас, как бы, здесь такие биты по-другому читают. Понимаете, да? А он вот так. Спорный трек. В целом не привык к старому Юре. Но! Но! Трек будет охуенный, если я привыкну, потому что в этом есть свой соус. Пиздец прям. Я добавлю сто процентов этот трек. Он мне не прям пиздец зашел, но это очень актуально, очень уникально и пиздец как интересно. А также дохуя разнообразие он не задушил вообще. Просто, как бы, понимаете, я долго привыкал даже к новому Юре, который вот... Ну, со слез дракона, да? Тот же. Я не понимал этот стиль. Я первый слезы дракона вообще захуесосил, а третий мне понравились. Понимаете, да? О чем речь? Поэтому, ну, думайте сами. Самый сильный парт, второй куплет полностью. Он охуенный вообще полностью. Разъеб. Вот второй куплет прям сразу мне нравится. Куплет, ну, пойдет. Припев тоже тут, ну, типа пойдет, да? Сам факт этого явления мне пиздец симпатизирует. Жестко, блядь. Бенни Хана, следующий трек. Я думаю, все будет примерно в таком мнении. Что охуеть, это опередило время. Охуеть, это уникально. Охуеть, мне надо привыкать. Вот это будет вся реакция, блядь. Я клянусь. Да. Джейк Эээс у нас на продакшене. Джуз проводил. И еще всяких челиков, да? Так, ну, он прям вообще тусуется жестко с Западом, да? У него связи ебнутые. Кайф. Слушаем. Бенни Хана. Пожди, есть аннотация? Нет аннотации. Let's go. Кстати, секунду, давайте не let's go. Давайте я вспомнил одну тему, что у альбома есть, эээ, этот, аннотей, аннотация на ковре. Обложка релиза, это скриншот из игры Fier 2005 года выпуска. Жанр, как несложно догадаться, боевик и ужасы. А, рил? Нихуя, я даже не понял, кстати. Но я эту игру и не знаю. Но чё-то слышал. Ладно, неважно. Похуй. Джейк Ээс, да. На продакшен. Сук, горись, как гений Хана. Так много соусу нужно набрало ригану. А я сюда блядышки сделаю там, что ты задохнёшься. Говоришь, плавно смотришь на моду. Он трясёт своей жопой, а сделал это на лэп-топе. Меньше, чем за сорока. На моём столе трава. Гристиан, Диор, Диор. Обменяясь эту логошку. Что осталось, я распавил лотосоком. Бух на всем, кроме своих щит и доходы. Это не у бро. Чисто зло, как слезы ребёнка. Это навечно. Так, секунду, дракона, бро. Бля, пиздец, он вообще уникальный, очень. Куплет скучный. Против охуенный. Куплет скучный, очень. Не, вот это мне не нравится. Припев, бля, разъёб. Припев охуенный, мне нравится очень. Это да, это кайф. Бэй, пиздец. Ну, первый трек гораздо лучше. Да, да. Даже сейчас я могу сказать, что первый трек прям лучше. Вот для меня. Несмотря на то, что здесь охуенный, возможно, даже... Возможно, даже фортился. Или мне кажется. Припев? Трек полноценный. А, ну вот, Томми, он высоко, я понял. Да. Томми высоко. Там дальше Дэвил Майкра идёт. Это трек самый пизде, да? Я понял. Он вообще... О, он вообще в пизде полный, блядь. Хуеть можно. Ну да, я понял, окей. Не знаю, мне не нравится. Припев? Да, крутой. Куплет очень ровно. Пиздец скучный. И рифмооднотипный. На вот это Ольпа роль, блядь, тобой. Хуй знает. Ну типа такое, ничего интересного. Но в целом пока что вот по двум трекам я уже точно могу сказать, что это очень уникальный альбом будет. Который вот такой вот есть, один в свете. И его никто не повторил. Я думаю, да. Вот есть и пока что такое ощущение. Идём дальше. Следующий трек. Pink Panther. Pink Panther, блядь. 21 год. 1 июня, охуеть. 1 флексин. Жёсткая блога, блядь. Hell Sessions. Трек Pink Panther, блядь. Изначально был полностью залит на EP Hell Sessions Volume 1. Первые слухи о присутствии Роза Пантеры на предстоящем релизе появились, когда был заблокирован трек ВК. Так и произошёл. Трек Pink Panther был перезалит и на Hello. То есть это была сначала на EP-шке какой-то. Возможно, вообще саундклаудовской. Hell Sessions. Я её, наверное, не найду, да ведь? Я её не вижу. Я думаю, это EP на Саундклауде, которая, мне кажется. Окей, интересно, а блога прикольно. Но тут даже видно Hell Sessions. Ладно, слушаем. Let's go. Хуей, 21-й год. Ааааа? Ах, хуей, я вообще был гвоздем. Хуеть Бля, мне с видосом не нравится Рока Понимаешь, это фишка Чем работать за еду Я заряжен Пикачу Но кафу это ебать Если чё могу въебать Крыши, едет далеко Это будет так легко Народ там луфи еще Народ там луфи еще Бабл-кап и маслят Розовая пантера Мой коктейль он тащит Бля, сейчас битом, 21-й год, алло Я в шоке, нахуй, охуеть Бабл-кап и маслят Розовая пантера Мой коктейль он тащит Их надо нахуй Кхе-кхе-кхе Ты поешь и страду Просто взял на вечер Сделал это вечно Я в ахуе Пиздец Ща поясню сразу для умников Сразу, да, поясню для умников Которые напишут Зачем ты, блядь, сравниваешь года Нельзя сравнивать года, блядь Что в десятом была музыка году Что, блядь, в девяносто третьем музыка будет Ну вы понимаете, да, блядь, что Такая музыка не актуальна для 21-го года И в целом Актуальна для нынешнего времени Именно поэтому я охуеваю Что это 21-й год Потому что таким не занимались в 21-м году Что трек номер один, что трек номер два, что трек номер три Такого не было в 21-м году Такое не было популярно Это был как бы как андерграунд, блядь И я в ахуе, что такое вот в 21-м году делалось То есть трендсеттер, код десять Йоу, игрок, блядь, на поле, нахуй Охуеть можно Игрок на поле, сейчас тренер сидит, блядь Нахуеть просто Но Сам трек, не знаю Типа вот сам трек Просто вот сам факт Вот звучание Я охуел Полностью, вообще Просто выкурил А сам трек, бля Опять, опять, короче, с куплетами какая-то хуйня происходит на релизе, да Очень странный куплет Мне не нравится Припев, кайф Вообще мне не нравится куплет И с видос Я понимаю, с видос это идея Это задумка Не нравится задумка Я думаю, что В привычном было бы лучше Или не в привычном, а хотя бы тогда, ну, в чистом звучании А не в таком утопленном чуть-чуть Ну, бля, сам звук, я очень удивился Пиздец, реально И Бит ёбнутый Чел, вон, флексин Хуеть, вот у него Накиню себе, блядь, два Трека Трека, просто пиздец Следующий трек Джуз Ну, это вообще разъеб гигантский Это ёбнутый разъеб Мне тостер-версия нравится больше Вот эта лайв-версия Пиздец, она мне нравится Ёбнутая Я её репичу, блядь Но Давай послушаем оригинал Вспомним Потому что оригинал Ну, это хит Это хит Вы видите, да Первое место Сто процентов Можете посмотреть реакцию на тостер Может, я её найду И вам вставлю тут где-нибудь Может, не вставлю Наверное, не вставлю Мне лень будет Здесь даже исполнение другое Не только с видос, да Здесь исполнение даже при сдаче И сейчас еще пиздец исполнение Ваш первый год Охуеть просто Охуеть Это пиздец, блядь Сделан как слабость Дёргаю вены в оленных агентов Попаю соус, слэм и варен Думаю, чест бежит сумка Как будто бы в рэнбе Это игра Псет на меня Хоу Белые зомби А на змея Влия на всем Тут сходит с ума Походу влюбился Я без ума Делаю деньги Как будто работа Это работа? Нет, нет Это лот-мэм Еще лот-мэм Пришел из Хэла Я строй на рай То, что в стакане Последствия Буду бы гай Охуеть, это разъеб, это разъеб, ебнутый А где Вилон Перки, я увижу его сегодня Вилон Перк на контрибьюторах будет сегодня, я не понял Эх Разъеб, блять Только вот как будто плохое решение, два припева, да, суть в конец И мне было плохо, но сейчас мне лучше, и сейчас мне похуй Только лучший варик, добавлю еще за ней Вот так он тут поет, слышите, да? Только лучший варик, добавлю еще за ней Еще за ней Хотя он в одном моменте, да, поет за ней Вот тут за ней Но мне больше нравится вот тут, как он это поет Тут вообще разъеб Тут вообще разъеб Добавлю туда за ней Эу, бро, разъеб же Тут гораздо харизматичнее, он как будто прочувствовал Он как будто жил ради этого момента, чтобы попасть на тостер А нет И мне было плохо Тут прям харизма, харизма просто прет от этого человека Ну вот просто, клянусь, пишу, у меня лайк не стоит Пиздец Ну это, бля, это, это вот, вот это прям вообще пиздец меня ебет В кс-ку только так под это играть, нахуй, йоу Это вообще разъеб Типа, да, вот это хорошо, окей Это как бы хит, но этого, извините, меня ебет в уши Потому что я люблю именно такой звук Это прям Если мы держим в голове, что это 21 год То я вообще не знаю, как такое произошло Как такой феномен существует Хуй знает Вот даже то, да Детка, я был занят И мне было плохо Тут как бы как игра какая-то Он же игрок Он вот тут играет Детка, я был занят И мне было плохо Вот, блядь, вот Вот Это прям оно, нахуй Мне очень нравится вот эта версия конкретно Здесь как бы фирменный свидос Хуй знает, честно После того, как я услышал вот это Вот эта версия уже говнищем показалась В первый раз Сейчас, ну, нормально, да, окей Это как бы кайф Но вот это, блядь Я не буду добавлять джуз Не вижу смысла У меня в плейлисте есть джуз с тостера Которая пиздаче гораздо Поэтому я не буду добавлять Окей Я думаю, да Но это ёбнутый трек Базар Год фристайл Следующий трек Так, давайте тогда Ну, перейдём нормально Нормально перейдём Флоренси Йоу, мэн рил Охуеть Ну, допустим Давненько я его, кстати, не видел Слушаем Год фристайл Есть опаска Изначально треком его припев И был длиннее Ага Он минуту, да, идёт? 0,9 Флоренси Так, а чё, припева нет? Да, да, дай бы припев Много снос я пролил Их никто не видел А сейчас мы ролим Чтобы было хуже Суки, вы окром, будто демоны Брак, отражение, будто бы вену Эхо об стену Брятляю счастлив, но точно доволен Ебойте жизни, я держу за горло Ты не мечтала, но это мой сон В комнате сделанной зиму Ветер мешает застрима Те на красиво и некрасиво Они должны влюбиться Это мой принцип, ах, твой принцип Ты ждал принца и болту Дико на годах Что он на спаду Ещё злею в дерьмо Не беру себе ещё Джинсов и старающим числа Я не туда, как это ищу Ты поймаешь, ашми И все делают шик Убил их в траве Это легко Лайн Экстазия Да бля, здесь припев Как нехуй залить, я бы Раз ёбал бы Странное решение Убрать припев Очень странно Вилон перк Ай-яй-яй Сдаёшь позиции Братаня, я тебя не вижу Тут нахуй нигде Почему никакой пасхалки Мне не оставили Йоу, вы чё, блядь Короче, это как будто мимо Даже если сейчас Вот тут глянуть, да Даже если тут глянуть Мне кажется, это вообще Прям мимо Настолько, да Это типа настолько мимо Ну ладно Я могу сказать только что В этом как бы опять же Есть что-то Прикольная ритмика, да Интересно, интересно Немножко ломано Очень много рифмовок Интересно Вот правда Интересный тред Мне не нравится Свидос, опять же Но я как бы, да Привыкайте Вот те, кто фанаты Вы как бы привыкли Просто иметь в виду Что Не совсем привык К такому свидосу При этом я прекрасно понимаю Что это всё фишка Что это всё идея Что это всё задумка Я всё это прекрасно понимаю Я говорю просто то Что мне сама задумка Не нравится Что я считаю Что можно было в угоду Задумке Сделать просто вот Обычный, да Типа чистый свидос Но я понимаю Что это всё фишка Да, я просто говорю что мне фишка не нравится. Для тех, чтобы ну, вы не душили. Просто привыкайте, да, сори, как бы, такое может быть. Я не постоянный слушатель Юры. Я, вот, недавно, как бы, да, начал вникать в процесс, так сказать. Так что, ну, извиняйте, да, анлак. Бывает все. Вот. Хуй знает, короче. Вот, правда. Как будто мимо. Ну, чё, пар, блядь, я раскидал. Он интересный пиздец, но припева не хватает, и мне с видос не нравится. Так-то интересно. Глези. Тоже Джей Каэс проделал. Угу. Let's go. Слушаем. Опять другой с видос. Да, кайф, кайф. Бля, парты все как один, да? Прикольно. Вообще без пауз. Тут капа сама сошла. Погоди, это эффект какой-то или я с ума сошел? Подожди. Мне... Такое тревожное чувство началось, что я с ума сошел, нахуй. Подожди. Не, вот тут нормально капа, да? А тут... Я с ума сошел, бля. Я подумал, короче, вот мне тут какой-то эффект, тут, короче, по-другому все началось. Мне показалось, что, блядь, капа по ушам бегает. Как 8D какой-нибудь, блядь. Но это не так. Или так. Напишите в комментариях, что это, окей? Мне кажется, я ебнутый просто, блядь. Что-то не то. Что-то случилось здесь. Какое-то странное тревожное чувство мне это вызвало. Хе-хе. Блядь, страшно теперь я сейчас слушать треки, нахуй. А то с ума сойду, блядь. Сори за стоп. Кайф трек. Да нет, точно что-то с капой здесь происходит. Да-да-да. Напишите, что не так. Довольно беззаботный вайп. Знаете, такой. В этом треке что-то есть. В этом треке что-то есть. Он прикольный. Сыдос отличается от остальных треков. Очень прикольная структура. Практически вообще не останавливается. Не чувствуется разницы. То есть как будто это все один парт. При этом, ну, это как бы все достаточно разное, да. Может местами ровно, да. Окей, местами ровно, но... Вот тут, например, да. Начало вообще все по-другому происходить. Так что нормально, это не душит. Да, интересный трек. Достаточно крутой вайп. Чисто из-за вайпа добавляю. Такой вот какой-то беззаботный, я не знаю. Какой-то такой свэк. Какой-то, ну... Что-то вот такое прям... Чилл, уверенность. В общем, одни позитивные вайбы, нахуй. Понимаете, да? О чем речь? Кайф. Мне понравилось. Белл... Б-В-Л-Г-В-Р-И. Хуеть можно. Опять ЖКС проводит. Лет. Лет's go. Окей Деньги вмещаются в пластик То, что не вписано, скрутил резинкой Я ищу в виде призрака Прямо у дома, я с чавком Прислушайте дом, есть свои темы Поняла платья в двери от ламбад Они фиониты, они тебя врут А мне этот звук, его станет больше А я улетаю, пока еще рано Дёрся баш, плюс Булгария Мы хорошо сочетались Все это дело, но раз, что совпали Ради Булгария, Джимми, Нейтрон Ракеты, конфеты, сама понимаешь мой путь Тебя потерял, но я снова найду Так они это слышали, блять Так, окей, прикольный вайп Припев пока хуй знает Тоже вайп крутой Я в платье лишь Смирнов Тысячи пакетов увидел мой стол И я вместе с ним, и я вместе с ним Я не один, я не один Может чуть-чуть, но не надолго Нет, нет, нет Я не знаю, блять Подожди Конец трека ебейший А утро ебнутая Ладно Самый любимый трек с альбома Ты кто? Понятно Неоднократно работал с Melon Music А вот где хоть один трек? Можно узнать? Вот мне просто интересно Ну просто так интересно Официальный сайт, блять Давай сообщество ВКонтакте Ай, ебать У него тут нахуй А, он реально какой-то жёсткий, да, чип? Ладно Живи-живи Живи-живи Прикольный трек Тоже вайб имеется Местами, может, надоедает Местами надоедает Особенно эта идея с улетай Но вайб берёт вверх Вайб берёт вверх Я добавлю, думаю, трючок Не факт, что все треки здесь долго пролежат Я думаю, какой-нибудь из них точно заебёт быстро Это главный претендент Если заебёт, я удалю, как бы, сами понимаете Но на данный момент мне в целом приятно На слух Ой, блядь Извините Сейчас ещё чихну нахуй, наверное Да-да-да Ой, бля Спасибо, спасибо Второй куплет Кайф Самый крутой Наверное, да Да, второй куплет кайф Следующий трек Блядь Аж хуёво стало Devil May Cry Который, я так понял, тоже достаточно популярный Найнанял, блядь Оууу, мэн Лил Дракхилла продел Ну, допустим Ещё один долгожданный сниппет Гулявший сети с лета 2021-го Увидев свет на Hello Местами текст изменился Если сравнивать со сниппетом Не подтвердилось И первоначальное название трека Гоку Название отслывает нас легендарное Одноимённой части Игр Жанра слэшер кстати мы можем все сниппеты глянуть после альбома бля я надеюсь я не забуду я думаю вы хотите чтобы я их глянул дэвил май край слушаем топ-3 так вроде отсюда если не ошибаюсь с альбома ваш первый год напоминаю я могу тебя обещал на наш душон затяжь вашу и как будто бы в спешу и маньяк фибринтон дело не пойдет наиболее и к тебе наверно в машине и диалон и мир холодный я умер с утра чтоб ты всех не понимал тысячу поводов чтоб не считать их уже людьми охуя на бля такой ровненький да нормально нормально окей другое пепе вообще давить Угу. Окей, кайф. Охуенные строчки. Бля, мне нравится вот это. В целом, заметил у Кода одну тему. К силу, не знаю, тараторки какой-то. Короче, техника не очень у него. Что однажды ушел за кэшем и башу их, как будто бы вслышал ТВ Майк Рай, а ты про никто. Как бы пиздец харизматично, пиздец эмоционально. Тут как бы никто не спорит, харизму хоть отбавляй у него. Но это все как-то звучит как в спешке какой-то. Я просто это для себя заметил, что реализация у него не всегда пиздатое далеко. Поэтому часто он либо медленно читает, либо по строчке. И вот такие подобные припевы, они немножко тяжело идут. Я считаю. Тем не менее, трек разъеб. Несмотря на это. Я как бы могу на это закрыть глаза, потому что все-таки код не про технику, да. Мы как бы не за этим доебываться пришли. Это все-таки кайф. Это вай, блять. Это разъеб. Это опередило время. Хуя на трек, я считаю. Несмотря на то, что припев не идеальный. Вот так. Ну, да. Я считаю, что вот топ-3. Это Джу с Томми и Девил Майк Рай абсолютно оправданы. Вот абсолютно оправданы. Самые понятные, самые такие вот интересные, самые разъебистые треки. Это как бы сто процентов. Я не сомневаюсь. То, что вот они топ-3 на площадках, это да, это база. Подруга. Фит Ралли Бэйби. И продюсерд бай Трой Виксиоус. Янг Трапа, йоу. Хуеть. Магну Мопус. Так, ну серьезный чел, да, я не наценил. Чел серьезный. Я его не шарю за него, сори. Сори, ребят, я как бы не шарю за него. Лил Морти. Угу. Понятно. Окей. Слушаем. Последний трек. Заключительная композиция из девяти треков Вел Хэллоу. Первый стимбет был показан 2 сентября. Несколькими неделями позже свою часть куплета показал и Ралли Бэйби. Сантрек повествует нам об отношениях с противоположным полом. Хорошо, что про... Хорошо, что с противоположным. Let's go. А то я от заказов Магнолии уже умираю нахуй. Ау. Вот вы знаете в 2021 году такие треки? Такие литые. Если я с тобой курил, значит я тебя люблю, люблю всегда. Я просил долг, когда увидел, что тебе плохо. Я снова начал, когда увидел, что тебе плохо. Катейн. Опера ты замедляешь. Просто пытаюсь отдалясь. Я не сломал меня однажды, но никак ты. Никак ты. Так много и сжало все чувства мне. Однажды я найду свое. Я клубу лоб на счета. Думать никак не считаю. Меня сложно осуждать. Окей. Когда ты станешь друг успешным, они скажут, ты гений. Я это знаю наперед, поэтому читаю. Я тут достану в вене. Что тут не уступки? Упрощаю поступки. Блэй, батьфлок интересный. Блэй, батьфлок интересный. Может убрать она и его сразу, но окей. Думать расoirил. Блэй, думать, горячий. Блэй, думать responsive style. Эбать разъебал, бро. Топовый парт. Отлично еще коды разнообразил. Блэй, что мне notch очки тебе great. Блэй, топ Collection sina familiares, reserved alvacry. Упрощаюсь. Тоже мне пиздец нравится. Полную струк Red bainver cycということ и оригинни 그랬ами parvacry. Очень интересный флоу. Сейчас. Секунду, друзья. Так, короче, топ-трек, который, мне кажется, нравится даже больше, чем Devil May Cry. Вот Томми, Джуз, подруга моей топ-3, лично. Да. Подруга, может, даже выше, чем Томми какой-нибудь. А чё, где подруга? Ну да, подруга топ-4, окей. Бля, очень-очень крутой трек. И смотрите, тут прикол в том есть. Пару приколов. Во-первых, достаточно ровный, но отлично разбавляющий Юру парт. Он прям между припевами стоит, да. Круто, потому что, как бы, Юра очень самобытный. И тут нужно было что-то дефолтное дать ещё. Ну, как бы, кайф, кайф, кайф. Прям сделал то, что надо. Респект. Вы просто посмотрите, да, очень интересно. Они скажут, ты гений. И я, как бы, ожидаю такое. Они скажут, ты гений. Я это знаю наперёд. Они как будто бы стены. Чё-то такое. А он делает ещё больше слогов. И дальше на этих слогах, учитывая это, двигается вот в этой ритмике. В этом направлении дальше. И это звучит пиздец интересно. И пиздец нестандарта. Они скажут, ты гений. Я это знаю наперёд. Всё потому, что те стены. Я не знаю, блядь. Я не хожу тут нос. Я это знаю наперёд. Поэтому читаю их, будто стены. Ну, кстати, тоже кайф. Ладно. Тоже прикольно. Хуй знает, короче. Я немножко по-другому видел. Я немножко по-другому видел. Но он сделал иначе. И сделал кайф, я считаю. Охуенный трек. Респект. В общем, мы сами послушали. Не переключайтесь, потому что сейчас ещё я сниппеты гляну. Просто покажу, скажу мнение об альбоме. Бля, интересный, уникальный звук для 21-го года. Пиздец. Юра как бы в этом роде точно гений. Я не думаю, что были ещё такие альбомы в 21-м году. Это точно опередило время. Более того, мало того, что это опередил жанр, так он ещё и читает очень уникально то, что сейчас даже не делают. То есть он такой один в своём роде в России. И мы как бы должны радоваться, что у нас есть такой уникальный исполнитель, как Кот-10. Сейчас уже Кот-80, да. Это действительно очень уникальный человек, который делает свою музыку, делает свой андерграунд. И делает его достаточно качественно. Да, местами складывается ощущение, что вот, бля, какой жёсткий бит. Вот лучше бы его отдали какому-нибудь нормальному челу, который прямо бы разъебал. Но в этом самобытность, Юра, что он делает по-своему, он делает для своих фанатов, он делает для себя. И он видит все вот эти биты по-другому. И он их делает сам, вот как в его этой голове выглядит. Понимаете? Возможно, там вот на какой-нибудь подругу, я говорю, да, можно было вообще вот разъебать, как, допустим, Райли Бэйби. Но Кот же по-другому сделал. Кот видит это по-другому. И то, и то разъеб. А фанатам, я думаю, может быть, Кот больше нравится. Вот в этом самобытность человека. Он стоит на своём, он делает своё, ему вообще похуй, что там происходит. Понимаете? В этом весь кайф. Это очень круто. Респект. Касательно всего альбома мы добавили раз. Джуз засчитаем. Два, три, четыре, пять. А, я почему-то подругу не добавил. Шесть. Шесть из девяти. Думайте сами, друзья. В целом, очень отличный релиз. В целом, очень отличный релиз. Спасибо, что посоветовали. Но я не знаю, буду ли репетить прям полностью. Наверное, да. Наверное, да. Посмотрим. Очень самобытный звук, под настроение. Это в целом уникальное явление. Да. Давайте посмотрим на сниппеты. Потому что вдруг они чем-то там отличались. Вот сниппет, допустим, был. Да? Давайте будем искать на ютубе. Код 10. Пикачу. Сниппет. Ну, вот Пикачу, допустим, да. 27, 12, 23. Нет, блядь, нет. Нет, стоп. Мастерый год. Если будет такой. Вон. Томи. Сниппет. Код. 10. Найдем, блядь, сегодня. О, вот есть что-то. А, ну вот, да. Сначала, возможно, с Райли Бэби должен был быть. Блядь, не на том, аки. Сейчас, сек. О, у нас почти 1600. Почти 1600 сабов. Просто нас двоих, не скрывай все эмоции. Бей, сидишь так прятаться. Первый микро, стерлуй, не прошу. Ум, а не тебя. Угу, понятно. И второй. Просто нас двоих, не скрывай все. Ну, тут ладно, тут похуй. Понятно. Ну, короче, это понятная история. Сначала должен был быть с Райли Бэби. Тут есть сниппет? Не вижу. Пинг, пантер, это как бы вообще. Другая тема. Джуз, был сниппет, интересно. Хуй знает. Блядь, Джуз, тостер, ребят, это вообще ебнутый разъеб. Трекомного припев. А есть фул? А есть фул, кстати? Код 10. Год фристайл. Фул. Есть. Код 10, жалкая тряпка, чё пишет? Ну, я не вижу. Чай. Глизи. Ага, нихуя. В целом, знаете, в чём ещё кайф альбома? Каждый трек уникален, каждый трек запоминается. Возможно, я, как бы, мне понравились не все треки, но я запомнил, как звучат все треки. То есть, это прям вообще уникальное явление, ребят, да. Долгожданный сниппет, вот. Devil May Cry сниппет. Devil May Cry. Код 10, сниппет. Ну-ка. Ээээ, вот. В инсте был. Солд же, салют. Бля, батя разъёбь всё-таки, Дэв Мэ Cry, да. Бля, ну честно, я слышал бы, я такой в инсте, мне бы прям пиздец понравилось, я бы, наверное, негодовал, что сниппет лучше. Потому что вот в таком качестве, да, в более пиздатом качестве ты слышишь вот эти вот ошибки, ты слышишь не лучшую технику и как будто это минус вайп. А вот тут, это, типа, вообще разъёб. Да. Бля, охуенный сниппет. Я бы тоже ждал трек, если бы я его услышал. Ещё, кстати, какой-то. Ну да, да, да. Это будет, это будет. Топ, топ, топ. Однозначно топ. Диаскопист пишет, чёл. А знаете, где эскопист? А вот если бы вы были подписаны на Телеграм, вы бы знали, что есть список, и там вы можете посмотреть, какой он в очереди, и примерно понимать, сколько ещё ждать. А вот человек, вот данный человек, не подписан. И не знает. Так что идите и напишите ему. Окей, бля, нахуй я Ютуб удалил. Просто ужас, блядь. Фрик. И подруга. Сниппет был показан, да? Окей. По... Да, блядь. Подруга. Код 10. Сниппет. Угу. Вот. Бля, подруга вообще разъёб. Мне очень нравится. Хреный трек. Открыли, бэйби. Подожди, что это? Это что-то знакомое. Это не отсюда? Ладно, похуй. Ладно. Похуй. Никогда, видимо. А, нет. Не отсюда, значит, не вышел. Бля, печально. Так-так охуенно звучит. Короче, да. Я думаю, как-то так. Спасибо, да. Прикольные сниппеты. Многие треки, из-за того, что плохое качество в сниппетах, звучат лучше сниппеты, потому что не видно всяких дефектов. Да. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про телеграм. Твич, Бусти. Всё, ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.